И снова здравствуйте! Я Виктория Бабулеевича. Решила вам записать для вас, дорогие коллеги, небольшие ролики, которые касаются инструмента. Вторая серия про ножницы. Хочу сказать, как продлить их жизнь. Я думаю, что никакой Америки я не открою для опытных мастеров. В основном, конечно, для начинающих, надеюсь, будут полезны мои ролики. Но, тем не менее. Итак, после того, как вы поработали ножницами, ну, может, не две волосинки состригли, а что-то такое, достаточно большой объем работы выполнили, ножницы должны быть очищены от шерсти и смазаны. Итак, очищены от шерсти, где? В тех местах, где полотна соединяются и трутся друг с другом. Вот здесь раскрываем ножницы, очищаем либо ватным диском, либо специальной тряпочкой, которая часто идет в комплекте с ножницами. Очищаем тщательно от шерсти и капаем масло. Масло то же самое, которым смазываем ножи для машинки. Капаем на те места, которые трутся друг с другом. То есть вот здесь вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь по краешку. Ну, очень просто на просвет посмотреть, да, где они соединяются. Эти места нужно немножко покапать масло. Точно так же, как с ножами машинки. Покапать, походить туда-сюда ножничками. И все. И в таком виде ножницы могут храниться. Ножницы, если это не дешевые, а дорогие, хорошие, ножницы не должны храниться, ну, если не 5 минут, а долго. Вот в таком состоянии, перпендикулярно в каком-нибудь стаканчике. Ни в коем случае. Самое лучшее, что вы можете сделать для своих ножниц, это дать им отдохнуть. Металл должен отдыхать. Ножницы должны лежать горизонтально. Ну, ночь или несколько дней, да, ну, то есть какие-то перерывы в работе, когда есть. Вот. Кроме того, вот что касается изогнутых ножниц. Посмотрите, ножницы изогнутые, вот этим вот кончиком своим изогнутым, должны лежать вверх. Почему? Потому что когда они лежат изогнутым кончиком вниз, вот этот вот изгиб, здесь немножко прогибается металл, и немножко он деформируется. Конечно, это не происходит так, как если бы сверху проехал трактор, да, вроде они лежат себе спокойно, лежат. Но тем не менее, когда ножницы хранятся в таком виде, опираясь на кончик, они служат меньше. Это вот, ну, опять-таки, из моего личного опыта. Вот. Еще одну вещь хочу сказать, которая касается бережливости не столько к ножницам, сколько к своим рукам. Вставляйте, пожалуйста, в кольца ножниц колечки специальные. Для чего они нужны? Посмотрите. Вот ножнички. Я сняла колечко, вставила большой палец. Я думаю, что все знают, как правильно держать ножницы на безымянном пальце. Большой палец вот так не должен туда уходить. На самом кончике большого пальца. Так вот. Вот так работают. Работают ножницы в основном за счет того, что большой палец туда-сюда ходит. Кстати, я хочу сказать на тему, раз уже заговорила, техники работы ножницами. Есть ролики в интернете. Вот я помню ролик Анны Бардышевой, хорошая, с полезными советами, как научиться правильно держать ножницы. Думаю, многие смотрят, но мало кто делает упражнения, которые там советуют. Их надо делать. Кроме того, нужно контролировать себя, когда вы стрижете уже живую собаку. Нужно контролировать себя, чтобы не было вот такой вот работы. Еще лично от меня, кстати, совет, как правильную технику выработать у себя. Это же на уровне рефлекса, да, безусловного. Стричь каких-нибудь бабушкиных пуделей, оставляя, скажем, один сантиметр или где-нибудь там один-полтора-два, да, по всему телу, без всяких там необыкновенных красот, но просто равномерно. Ножницами, не машинкой. Когда вы десяток таких пуделей подстрижете, причем будете стараться контролировать свою руку, чтобы правильно держать ножницы, вы очень здорово набьете себе руку. Ну, понятно, что если между этими десятью пуделями не будет там разницы во времени в полгода. Так вот, возвращаюсь к колечкам. Посмотрите. Вот я работаю ножничками, да. Посмотрите. Раз, два, раз, два. Большой палец ходит в кольце туда-сюда, туда-сюда. Я свой большой палец перегружаю. Зачем это делать? Если я вставляю колечко в ножницы, я ограничиваю вот эту самую подвижность. Вот у меня, например, здесь два колечка стоит. Совсем широкие кольца. Может, там и три. Вот. Вот я ограничиваю свой большой палец. Когда я работаю, посмотрите. Он у меня не ходит туда-сюда. По кольцу. Это важный момент. Также ножницы, как сказать, более устойчивы, более крепко ощущаются в руках, если там кольца. Ну, опять-таки, лично из моего опыта. Берегите себя, берегите свой инструмент. Всем желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok